Дайте миру шанс. На стене хрущевки по-русски. Это изюм. Город на трассе из Харькова в Славянск. Разрушенный Хаймарсом магазин в Донецке. Самодельная плита, где готовят еду жители Мариуполя. Фото обыденные и оттого еще более пронзительные. Четыре наших новых региона. Херсонская, Запорожская области, Луганская, Донецкая народная республика. И есть эксклюзивные фотографии из Харьковской области. Изюм, Купинск, города, в которые нам нужно вернуться, чтобы восстановить их от поругания и откликнуться на те чаяния людей, которые до сих пор страдают и ждут нашего возвращения. Сотни кадров, где война и мир, то и после. Их автор, кавалер Ордена Мужества Александр Малькевич, прежде всего журналист. Его фото и видеорепортажи о жизни на освобожденных территориях. Мирная жизнь, какой она может быть в составе нашей страны. А другая часть, это то, что творят фашисты, которые, вот она, это же университет, вот они, это Мариупольский университет, по нему, значит, удары. Обстрелянный храм, вот это вот центр Мариуполя, видите, там кругом одни руины, зияющие тираны. Вот опять это университет, библиотека. Ну зачем им бить по библиотеке-то, да? Эти фотографии, они у меня все безоценочные. То есть только снимок, факт и подпись для того, чтобы вы ориентировались, ну понимали, что это, когда снято, где и что изображено на фотографии. А дальше выводы каждый сделает сам. Бывали приятные моменты и в Донецке, и в других городах. Они подходят, просто на улице говорят, спасибо вам за то, что вы делаете, потому что я сейчас работаю голосом новых регионов, я о них рассказываю. А были теплые встречи две в Херсоне тогда еще, потому что мы там в здании администрации, я стоял, ждал кого-то. Когда подошел ко мне мужчина с женой, сказал, о, сфотографировался со мной. А один раз вообще там в кафе в Херсоне подошел, по-моему, владелец кафе, что ли, сказал, а вы же Малькевич, я говорю, да. Можешь с вами сфотографироваться. Ну то есть, понимаете, какая штука? У нас в СМИ все время рассказывают о чем? Обстрелы, взрывы, мы атакуем по такой-то деревне, сдерживаем удары по такой-то деревне, а о жизни люди никто не рассказывает. Я один и рассказываю, получается. И они это, на самом деле, знают, ну и ценят. На самом деле я снимал и снимаю все интересное, что вижу, для того, чтобы вот запечатлеть. Тем более, что вот смотрите, мы находимся вот в этой части уже, Херсонская. И если бы я знал, что так будет, я бы снимал бы в пять раз больше. Потому что, ну даже вот это, это мы потом перекрасили, эту стелу. Поэтому это уникальный, да, исторический документ. То есть вот раз, она, значит, вот таким был Херсон там, понимаете, да. Какое это сейчас, ну страшно представить, видимо, там все тоже размалевали, испортили. И это вот такие свидетельства времени, такие точечки получаются. Что он тут? Вот, вот, пожалуйста, видите, это гостиница. Гостиница, причем гостиница, в которой погиб Алексей Журавка, там мой товарищ. То есть это вот они Хаймерсом били его номер. Вот это вот, это и есть Алексей Журавка, который погиб тогда в той гостинице, которую ударили. Он инвалид. Здесь просто, видите, не видно. Это я сижу на полу, и он на тележке, потому что у него не было ног. И вот рука, видите, вот слева какая, да. То есть у него одна действующая рука. И вот они его все равно убили Хаймерсом, потому что настолько вот боялись, ненавидели. Много на самом деле таких фотографий, которые вызывают воспоминания. Причем вот мы открывали в Омске, а там сейчас руководит регионом бывший представитель правительства ДНР Виталий Хаценко. Они с командой прошлись и говорят просто, ну, впали в ступор, потому что говорят, такое ощущение, что вот все, мы вот там. И что вот у нас как будто мы находимся в Донецке внутри здания, сейчас совещание будем проводить. А, вот она, видите, вот. Ну да, мирная жизнь. И это еще часть, только маленькая, потому что, ну, я не хотел людей травмировать. Видите, вот они там плавают, вот они, значит, это вот бассейн водный, вот. То есть, в принципе, без комментариев. Это самый лучший ответ на фейки о том, как страдала херсунщина под гнетом, значит, вот наших русских оккупантов. Потому что вечер, пляж, биток, полно людей, все, значит, отдыхают. То есть, никто, вот знаете, как нет этих автоматчиков, колючая проволока, там, значит, хендехох и все такое. То есть, люди живут нормальной, счастливой, мирной жизнью, которой нет у них сейчас в Херсоне. Я очень много общаюсь, дружу с коллегами, журналистами, которые работают в четырех наших новых регионах. Там и растут уже выпускники мои, потому что я заведую кафедрой журналистики в Херсонском государственном полиговическом университете. И это потрясающие люди, ребята и девчата, потому что самой молодой журналистке Херсонской области, 15,5 лет было, когда она пришла работать, вот, Влада, да, в Запорожской области. Волости Мирослава ей 17, ну, там, потом чуть-чуть постарше, но никого нету старше, чем 21 год. Я стараюсь, когда приезжаю к ним в гости, привожу подарки. Это легкие бронежилеты и каски, потому что, ну, мы шутим, что обязательно наступят времена, когда можно будет перейти к каким-то милым безделушкам, украшениям, там, может быть, какие-то там платья и так далее. Но пока важно это, потому что совершенно отважные, повторюсь, хрупкие, юные девчонки каждый день мотаются на передовую для того, чтобы рассказывать о происходящем. Но проблема в том, что передовая там везде. Ну, то есть они могут погибнуть дома, на работе, по дороге из дома на работу и обратно. И, собственно, вот об этом стихотворении у меня есть коллега, там, Лена Кулешова. У нас такой забавный тандем. Я рассказывал ей о происходящем, а она это все воплощает в стихи. И это стихотворение называется «Журналистка». Оно, в общем, в стихотворной форме рассказывает о реалиях жизни и работы моих коллег. Мимо дома с рваной крыши, поправитый мостовой, путь обычный на работу и обратный путь домой. Мимо взорванных качелей надо быстро ей пройти, где нацисты разбомбили трех девчушек лет пяти. Мимо женщины с цветами, что кладет их прямо в грязь, там бежал ее сынишка и погиб, еще смеясь. И бывает, что стреляют. Журналист, завидный приз. И бывает, что взрывают. Раз, почти что взорвались. Два в больнице, два с горитами. Дверь в редакции из дыр. Коля, жив, снимай быстрее, через пять минут и вью. Что заставляет за ленточку каждый раз ездить? Что? Почему? Люди. Самый простой и самый главный ответ – это люди, которые там живут, которые там работают, которые, я вот сформулировал это для себя и постоянно это везде произношу. Они совершают ежедневный подвиг строительства мирной жизни. Подвиг. И об этих людях чудовищно мало говорят врачи, учителя, работники МЧС, работники коммунального хозяйства, наши коллеги-журналисты, те же чиновники, люди, которые там бизнес разворачивают. Они все герои, потому что города прифронтовые – Голая пристань, Олежки, Новая Каховка – это Херсонская область, Энергодар, Токмак, Васильевка, Запорожская область, Горловка и на самом деле Донецк, ГУДНР, города Луганской народной республики. Там вы можете погибнуть в любой момент. От хаотичных обстрелов, потому что украфашисты, есть такое выражение, наваливают, накидывают вот эти снаряды, мины в промышленных каких-то количествах. А города небольшие на самом деле. И у меня есть знакомые, которые погибли вот случайным образом. Например, потрясающая Маша Пирогова, депутат Народного совета ДНР, просто она шла по улице Донецка. И когда общаешься с людьми, которые все это знают, понимают, живут в этом, никуда не хотят уезжать, наперекор всему созидают. Я часто привожу в пример, я горжусь знакомством с этим человеком Анна Александровна Железная, главный акушер ДНР. С 2014 года она помогает женщинам Донбасса становиться мамами. В каких условиях? И вы понимаете, вот этот героизм, он у них ведь не показушный никакой. Это их вот такой обыденный героизм. Когда я с ней разговариваю, она мне показывает и говорит, вот здесь мы нашли несущую стену, и в случае обстрела вот в этом углу безопасно будет рожать. Она же это говорит спокойно, знаете, вот это будничным таким спокойным тоном, да? И ты понимаешь величие духа этих людей. И поэтому хочется быть им полезным. И, ну, то, что от меня зависит, я это делаю. И в том числе то, что я могу, будучи там журналистом и общественным деятелем, это стараться делать так, чтобы об этих людях, об их подвиге знали. И моя выставка – это маленький вот кирпичик в этом здании, чтобы люди, в данном случае, да, жители Самары, Самарской области, посмотрели, как там сложно, но вместе с тем интересно. Насколько это глубокие, интересные, живые, красивые места, и они заслуживают нормальной жизни в составе нашей страны. И вот за это мы в каждом своем участке и сражаемся. Спасибо огромное.